Ну что, 30 апреля 2024 год, сейчас будет Ода Тщеславия. На самом деле очень приятно, когда ты оказываешься прав. Послушайте, 28 апреля, я посмотрел специально, два дня назад я сказал про Китай. На видео у меня там на ютубе называется ролик «Остров Даманский, отвоевал Китай у России». 28 числа я говорю о том, что Блинкин угрожал Китаю тем, что либо вы займетесь прекращением поставок Российской Федерации, либо мы этим займемся. И мне писали в комментариях, что нет, там Си Цзиньпин на это все дело забьет, будет делать свою политику, вести, торговать дальше. Я сказал, нет, так не будет, потому что товарооборот с Россией у Пекина 240 миллиардов долларов, а с Евросоюзом и Америкой полтора триллиона. Больше, чем в шесть раз, больше, извините за тавтоловию, да? И что, 29-го выходит статья Reuters, понимаете, просто капец. То есть через сутки выходит о том, что банки китайские отказываются переводить платежи, иметь дело с Россией, потому что санкции идут вторичные. И поэтому четыре крупные, все крупные банки в Китае вообще отказались от этого или месяцами проверяют платеж, чтобы он, не дай бог, не оказался там какой-то, ну там поставляешь ты с того ног, а из него, оказывается, там можно снаряды точить, да? То есть месяцами, чтобы не компилейшн, да? Как это называется? Компилейшн, по-моему, называется. Это самое подача жалоб на... Неважно, короче. А то я сейчас полезу в экономику. То есть мелкие какие-то, ну там вот в Reuters почитайте, называются китайские производители уходят в подполье из-за невозможности проводить платежи. На русском есть, я на английском читал, но на русском найдите, можно на русском почитать. Из-за невозможности проводить платежи. То есть один там тип говорит, ну они какие-то стиральные машинки делают, ну условно говоря. Говорят, мы всем... Есть мелкие банки на границе России и Китая, по которым еще можно так просачиваются эти все потоки денежные, почти полулегальные. Там криптой пытаются рассчитываться, которая запрещена в Китае. Представляете, в чем это чревато для таких торговцев с Россией? То есть, и говорит, мы открыли в семи банках, вот этих мелких сельских, мы открыли свои счета, чтобы мы поставили продукцию России на полтора миллиона долларов. И говорит, за два месяца, сейчас сколько он там назвал, то есть не смогли, ни один из этих семи банков не согласился переводить платежи даже этих мелких сельских банков, переводить платежи из России нам. И мы просто плюнули на это дело, потеряли полтора миллиона долларов. Ну там миллион четыреста. Разве это не прекрасно, ребятки? То есть тут никакое там нет... У меня, конечно, нет... У меня жена журналист, да. Но у меня там нету какого-то инсайда среди корреспондентов Reuters, да. Хотя у меня Reuters один раз в 2014 году брали видео с моего YouTube. Ну ладно, не важно. Да, так вот. Я не знаю о том, что они... Это же расследование вели там, я не знаю, месяц, неделями, так точно. То есть я вот говорю про то, что нет, не сможет Китай отказаться от обмена товарами с Европой и Америкой в пользу России. Конечно, жалко, что потеряет такого, блин, дармового практически этого самого. Но от каких-то товаров по-любому придется Китаю отказаться. Очень классно, когда ты оказываешься прав. Пользуйтесь здравым смыслом и поймите, что сейчас вот уже приходит нам это вооружение. И когда я говорю, что Российская Федерация загнется в 24... То есть в этом году Российская Федерация потерпит поражение в Украине. То есть у меня это основано на каких-то вот таких сведениях, обрывочных, с одного места, с другого. Но все вместе они накладываются. Если вы там анализируете, что-то и прогнозируете, то это вполне легко. Да, то есть я в 2014 году сказал. Третий рейх после аннексии судей продержался 7 лет. И Российская Федерация после аннексии Крыма просуществует ненамного дольше. Это ж не то, что там я свои пожелания Богу, которого не верю, обращаю. Это просто здравый смысл, который... У нас же есть там пример Тимора, да? Помните? Тимор. То же самое, аннексировало большое государство, маленькое, слабенькое, было довольно и радостное. Пока под санкциями подавлено всего, не отказался от этого самостоятельно. То есть понятно было, что и тут то же самое. Никто не простит сейчас в Европе аннексии, которых делал до этого Гитлер. То есть понятно, даже в Европе не было аннексии со времен, блин, Гитлера. И тут нарисовался он этот вялый гном, блин, и давай, он косплеит Гитлера, я вам говорю. Аннексия Крыма, аннексия судья. Вот строит Крымский мост так же, как Гитлер строил Крымский мост. Не помню, что сделалось с Крымским мостом у Гитлера. То же самое будет с Крымским мостом у этого недофюрера. Все будет Украина.